Деревня Юшково – маленький населенный пункт в Викуловском районе. Здесь почти не осталось жителей, окна заколочены, люди уезжают, а сам населенный пункт отрезан от большой земли. Я же каждое утро обхожу, обход делаю, где, сколько прибыло. Там уже нельзя пройти по дороге, даже в сапогах. А вчера? Вчера можно было. Вчера можно было. Я обхожу вот так вот кругом туда, чтобы там у брата пасека, поэтому я приглядываюсь за ней. В зоне подтопления оказалась не только деревня Юшково, но и село Долгушина, но буквально в окружении воды. Добраться сюда можно только на лодке. Больше чем из 60 человек здесь осталось всего 26 жителей домов, которые находятся в непосредственной близости. К реке Ишим не стали дожидаться, пока их подтопит, и просто покинули свои дома. Вода пришла буквально за несколько дней. Вот с первого числа вот она подошла сюда. То есть быстро все происходило, да? Конечно, страшненько было. За что боялись больше всего? Да, за все. И за себя, и за хозяйство, и за всех. По словам местных жителей, в 2017-м, когда здесь был паводок, люди могли спокойно пройти по этой дороге, здесь было сухо. Но в этом году воды очень много, и теперь на ту часть населенного пункта, которая находится позади меня, просто так не попасть. Но здесь нашли выход и обустроили свою переправу. И в качестве средства передвижения здесь используют резиновую лодку. А это участковый, он живет там, плавает сюда. Ну, он эти топовизжали, дома смотрят, чтобы... А тут некому тащить остались, пенсионеры. Сейчас в Викуловском районе работают сразу шесть переправ. И спасатели готовы оказывать помощь жителям до тех пор, пока не отступит опасность. Юлия Никифорова, Владимир Курков, Тюменская служба новостей.